Всем приветики! Сегодня очередное видео и будем готовиться вместе с вами на рыбалку на Сома с берега. Еду на Карпа, а рядышком есть ямка очень глубокая и с Сомами, у которой вот такие глаза рук не хватит. Сейчас будем делать вот такие вот монтажик. Крючочки двойные. В интернете полазил, все заумно. А мы сделаем с вами очень быстро и очень просто. Все в мастерскую. Вот так вот. Так, вот готовые монтажики. Получаются двойные крючочки для ловни Сома. Все сделано на термоусадке. Шнур на разрыв на 50 килограмм, метр двадцать длиной. Для этого производства нам понадобится термоусадка 6 миллиметров. Получается два отрезка по 10 сантиметров. Один отрезочек обдул феном для того, чтобы он смог зайти легко в серединку сюда. Два крючка. Вот такая одна трубочка. Эту трубочку я взял с антизакручивателя. Отрезал кусочек. Ну и еще одна вот такая трубочка валялась в хозяйстве. Ну пригодилась. Все. Берем наш шнур. Вязать снасть будем, получается, карповым монтажом. Шнур продеваем в крючок. Оставляем хвостик. Наматываем отрезок примерно в один сантиметр. Где-то 10 витков. 10 витков намотали в одну сторону. И теперь витков 7-8 наматываем в другую. Намотали наш шнур. Продеваем сверху вниз в наш крючок. Все. Вот так вот получилось. Берем термоусадку. Хвостик, который остался, заводим в нашу термоусадку. Завели. Первый крючок готов. Крючки не проклеиваю, так как, получается, клей может прослабить шнур. А так как мы все это будем фиксировать термоусадкой под температурой, наш узел будет в надежном состоянии. Все. Получается, термоусадку подвигаем до середины нашего крючка. До начала жала. Дабы сюда потом одевались наши червяки. Все. Это готово. Теперь смотрим, где мы хотим, чтобы расположилось жало нашего второго крючка. То есть, например, буду я вот так вот делать. То есть, нам нужно в термоусадке сделать натрез примерно вот здесь. Чтобы наш крючок выглядывал напротив нашего жала. Беру лезвие, термоусадку подгибаю, делаю маленький надрезик. Надрезик сделал. Согнули. Этим же крючком вытягиваем наш шнур. Все. Шнур вытянули. Этот крючок назад. Наш шнур здесь вытянули. Берем крючок, продеваем наш кончик шнура сверху вот так вот в крючок. Все продели. Берем, меряем, как хотим, чтобы наш крючок торчал. Отмеряем такое количество шнура вот здесь вот. И все. Обыкновенный карповый узел. Опять же. Делаем 10 витков в одну сторону. Узел, который держит 99% нагрузки. И возвращаемся так же само шнуром назад. И сверху наш край. Просовываем в крючок. Вот так вот получилось у нас. Вот так примерно будут у нас торчать крючки. Все. Делаем изгибчик. И второй. То есть и край нашего шнура. Продеваем в разрез. И просовываем в нашу термоусадку. То есть при съемке видео это чуть дольше. Но вы все это сможете делать, посмотрев это видео, очень быстро. И крючочек засовываем в разрез, который мы сделали. Вот так вот получилось. Подтянули. Теперь дальше. Вот так вот получилось. Беру фен. Включаю. 290 градусов. И нашу термоусадку нагреваю. Ой. Забыл. Нужно вставить еще трубочку. То есть трубочку, которую у нас с антизакручивателя. Продеваем шнур. И вставляем в середину. Чтоб она выглядывала где-то сантиметр. Все. Беру фен. И грею. При нагревании феном термоусадка все наши узлы хорошо тянет. И то есть вариант, что наш узел развяжется, вообще никакой. Нагрел. Сейчас переверну. Дальше прогрею. Прогрел. Сейчас остынет. Для чего я это сделал с термоусадки. Так как сомы у нас дяди есть хорошие. Неизвестно за какой крючок может клюнуть. И как это все ему может попасть в пасть. То есть, если крючки привязать напрямую к шнуру, сом ухватит всю нашу приманку вот так в рот. И шнур наш перетрется. А так у нас упрочненная термоусадка плюс пластиковая трубочка. То есть перекусить, перетереть сом это не сможет. Дальше вот такую шлангку я еще раз продеваю в шнур и одеваю на нашу меньшую трубочку. Все. Вот так вот получилось. Класс. Легко и быстро, за 5 минут, не снимая видео, вот это все я сделал. За полчаса это нарезал, заточил крючки. Видите? Мастеру вот так вот. Делайте сами снасти. Делитесь с друзьями. Все работает. Все просто супер-пупер. Кому понравился видос, пальчик вверх. Подписка на канал. Если был вам полезен, я доволен. Спасибо за просмотр. Ждите новых видео. Пока-пока. Надеюсь, буду сомом. С такими глазами. А то рук не хватит. Спасибо за просмотр. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.